Добрый вечер, дорогие друзья. Передача новости Кавказа и Черноморского региона продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас на связи из Праги военный политический аналитик Юрий Федоров. Здравствуйте, Юрий. Очень рад вас видеть в нашей программе. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Слава Украине. Слава Украине и героям слава. Юрий, итак, после нашего разговора прошло где-то две недели, и, в общем-то, ситуация, с одной стороны, кардинально не поменялась, то есть продолжается агрессия Российской Федерации против Украины, а с другой стороны, изменилось очень многое. В частности, изменилось то, что, насколько я понимаю, совсем по-другому начинает воевать путинский режим против Украины, и совсем по-другому. То есть начинается бомная имитация Второй мировой войны? Так я понял? Ну, да, есть такая точка зрения, что вот назревающие или надвигающиеся сражения на Донбассе, битва за Донбасс, она будет повторять сражения Великой Отечественной войны. Ну, то есть крупные какие-то танковые удары, танковые клинья, прорывы и так далее. Ну, честно говоря, вот эта вот аналогия меня несколько смущает. Да, конечно, русские сосредотачивают в районе Изюма и в Белгородской области, где-то напротив, вблизи Харькова, там расстояние очень небольшое от границы до города, значит, сосредотачивают и технику, и личный состав. Но все же это будет немножко другое сражение, если оно будет, кстати говоря, потому что тут приходят разные, разная информация приходит из разных источников, но об этом, может быть, чуть попозже мы поговорим. Пока, да, пока ситуация выглядит следующим образом. Значит, на северном направлении, из района Изюма предполагается, ну, это все военные эксперты об этом говорят и пишут, и в том числе и люди, близко связанные с офисом президента в Украине, говорят и пишут, что это наступление будет идти прежде всего на город Славянск или Славянск, Славянск, я не знаю, как правильно будет произнести это название, ну, на русском языке. Действительно, это очень важный в стратегическом плане узел коммуникации, и если русские способны будут его взять, да, тогда ситуация на востоке Украины может серьезно измениться. Вопрос в том, смогут ли они это сделать, потому что пока продвижение на юг от Изюма, ну, если посмотреть на карту, может быть, вы показываете, наверное, карты боевых действий своим слушателям и зрителям, значит, пока продвижение на юг от Изюма в направлении Славянска очень медленное. Ведется в основном артиллерийская подготовка, ну, это классическая, классическая первая фаза наступления, предназначенная для того, чтобы сломать, уничтожить, подавить оборону противника. Однако, ну, пока нет свидетельств крупных успехов русских войск, да и вообще успехов. С другой стороны, на юге продолжается битва за Мариуполь. Это тоже очень важное в военном отношении сражение, потому что Мариуполь, вот полк Азов, который там ведет совершенно героическую борьбу, но сковывает значительные силы российской армии, которые в случае, если Мариуполь падет, что далеко не факт, могут быть переброшены, опять же, вот на восток Украины и двигаться в сторону, навстречу наступающим русским войскам, которые идут от Изюма на юг. А тут, значит, от Волновахи на север. Ну, примерно такая вот картина получается. Просто если смотреть на карту, тут даже не надо быть крупным каким-то экспертом или много, так сказать, читать по поводу того, что происходит в военном плане, просто вот карта показывает, карта, на которую нанесены точки, в качестве точек названия населенных пунктов, где идут тяжелые бои, самые интенсивные бои, которые называются, ну, например, в сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сразу понятен, в общем, замысел этой операции. Ну, проблема заключается в том, что сейчас формируется, ну, сейчас уже три недели, на самом деле, формируется то, что называется вторым эшелоном российских войск. Предполагается, ну, называются иногда такие цифры, как 20 батальона тактических групп, ну, это около 10 тысяч войск личного состава, ну, которые будут участвовать в боях, которые должны входить вот непосредственно в бой после того, как первый эшелон, первый эшелон будет сильно потрепан, отведен на, там, переформирование, на отдых, восполнение потерь, значит, вот должны двигаться силы второго эшелона. Это, опять-таки, ну, просто азбучная истина. В чем новизна этой ситуации, которая сложилась сегодня? Ну, в последние, скажем, в последние две недели, будем говорить так, с того момента, когда генерал Рудской, замначальника генштаба российского и начальник главного оперативного управления, это очень, ну, одна из ключевых фигур российской военной иерархии, ну, а, значит, заявил, что цели того, что в Москве называют специальной военной операцией, значит, это освобождение Донбасса, примерно так. То есть не захват всей Украины, как планировалось раньше, а освобождение Донбасса. До этого российские войска воевали, ну, абсолютно не по учебнику и совершали массу разных глупостей, ну, глупостей в том числе командование совершало. И эти глупости вытекали из того, из неверной оценки, изначально неверной оценки, которая давалась в Кремле перед началом войны, когда предполагалось, что Украина, система управления, госуправления Украины развалится в первые же часы войны, система командования вооруженными силами Украины также развалится. Собственно, вот Украина распадется на какие-то там полунезависимые какие-то, ну, полунезависимые какие-то области и так далее, где не будет единого центра управления, и тогда она как спелый плод, значит, сама упадет в руки, в руки силы вторжения в руки Путина. Ничего подобного не произошло, но, тем не менее, военное планирование исходило вот именно из этой модели, и, соответственно, ну, силы были распределены, силы вторжения были распределены по восьми направлениям, хотя главное направление главного удара все-таки считался Киев, в первую очередь стремили захватить Киев, его, значит, там сменить правительство и так далее, но это известные вещи, известные планы, которые стали сейчас уже постоянно обсуждаются, и поэтому силы были распределены по восьми направлениям, что, в общем, является нарушением всех, так сказать, аксиом военной науки. Не был подготовлен мобилизационный резерв военного времени, не были подготовлены силы второго и третьего эшелонов. В общем, война шла с нарушением всех аксиом военной науки. Но вот сегодня, в последние недели, точнее, российские войска и российское командование начинают пытаться воевать по учебникам. Ну, может быть, они просто открыли эти учебники, вспомнили, чему их учили, если чему-то учили. И вот пытаются, так сказать, воевать по науке. Но посмотрим, что из этого получится. Шансов на то, что у них получится, они, конечно, есть, но вполне может быть, что и не получится. Назначение Дворникова, генерала, командующим операцией, ведь это тоже показали того, что они пытаются воевать по учебникам. Ведь до этого все спрашивали друг друга, а кто командует операцией? И получалось, что операцией командует никто. Ну, или лично Путин? Ну, Путин... Вполне возможно, что Путин и командовал, судя по тем глупостям, которые были совершены. Потому что все, что... Я довольно внимательно смотрел уже на протяжении длительного времени, следил за его выступлениями по военным вопросам, и эти выступления убеждали, что он... Я не знаю, в чем он разбирается. Некоторые говорят, что он разбирается там в газовых проблемах, в нефтяных. Бог его знает. Но в военных делах он не разбирается. Просто, судя по его высказываниям, он плохо понимает, что... О чем он говорит. Нет, я думаю, что командовал все-таки кто-то из руководителей генштаба, а непосредственно на фронтах действовали там несколько командующих армий, которые были сосредоточены вокруг Украины. И вот несколько таких независимых друг от друга группировок, действия которых теории должны были координироваться кем-то в генеральном штабе. Ну, либо Герасимовым, либо Рудским, либо кем-то на таком уровне. Это довольно глупая схема управления, потому что на месте гораздо виднее, что происходит. И в этом смысле назначение одного командующего операцией, ну, это, в общем, логичный шаг. Опять же, с точки зрения учебников для военных училищ, так нужно было сделать давно. Теперь кто это? Это известная фигура, он довольно долго командовал российской группировкой в Сирии, не значит, что он воевал сам. Но сирийский опыт, он как бы такой противоречивый, потому что война в Сирии кардинально отличается от войны в Украине. Но война в Сирии, если говорить о российской группировке, сводилась к тому, что вот летчики бомбили, стирали с лица земли города и населенные пункты, в тех условиях, когда противник, то есть сирийские повстанцы, ну, как угодно их можно называть, не будем в это дело сейчас вдаваться, но у них просто не было никакого противовоздушного, никаких средств ПВО у них не было. То есть это вот бомбили просто беззащитных, фактически беззащитных, беззащитные отряды, беззащитных мирных жителей и так далее. То есть никаких особых сложностей, никаких особых военных задач этому дворнику решать не приходилось. Но другие, правда, говорят, что он якобы отвечал за координацию всех сил сирийской, всех сил, которые поддерживали тогда режим Башара Асада. Но это опять-таки у меня вызывает некоторые сомнения, потому что эти силы очень разнородны. Там были и иранские отряды, были свои командиры сирийских войск, весьма амбициозные персонажи. Была российская группировка, но это в основном авиация. Так что я не уверен, что сирийский опыт будет ему очень полезен. Тут совершенно другая ситуация. Тут нужно координировать и руководить деятельностью сухопутных частей соединений, которые набраны, как говорят непосредственно люди, наблюдающие за войной внимательно, набраны сбору пососинки. То есть это какие-то батальонно-тактические группы, переброшенные с Дальнего Востока, но в данном случае переброшенные части 5-й армии, которые иногда называют уссурийским, штабы уссурийских, но это 5-я армия. Другие части, которые воевали непосредственно в Украине, которые были отведены из Киевской области, из Чернигово через Беларусь, были выведены на территорию России и сильно потрепанные, ну и так далее. Даже там иногда говорят о том, что военные училища мобилизованы во главе с преподавателями. В общем, это такая сборная солянка разных совершенно разнородных частей соединений, что, конечно, снижает их боевую эффективность. И возникает очень сложная задача управления, но как-то сколачивание единого такого военного кулака. Вот справиться с этим Дворников или нет, сказать трудно. Но опять же, тут есть еще один момент, который важен. Дворников командует одновременно Южным военным округом, а Южный военный округ был предназначен для войны именно на Донбассе. Западный военный округ, там и центральные это направления были из Белоруссии на Киев, там с севера, с севера, с северо-востока, а Южный военный округ, значит, как предполагалось, там должен воевать на Донбассе и на юге Украины. Ну вот такая вот картина получается. Картина на самом-то деле интересная. И вот в связи с этой самой картиной у меня такой вопрос. Феномен Мариуполя. Ведь смотрите, ну как минимум месяц все говорят о том, что, ну даже те, которые очень болеют за Украину и так далее, у всех были такие настроения, что да, Мариуполь героически погибает и обречен до того, чтобы быть, чтобы погибнуть. Не погибает, сражается, несмотря на что сражается. То есть, в чем этот феномен? Понятно, что это Сталинград, но у Сталинграда все-таки были тылы. Да, конечно. И еще просто в качестве ремарки я замечаю в том же Мариуполе кадыровцев, абхазов, осетин. То есть, качественно в эту мясорубку бросают, ну, по принципу, на тебе, боже, что на мне, гоже. То есть, просто забрасывают телами. Ну, тут есть несколько моментов, которые, ну, помимо того, что это героическое сопротивление, это факт, и тут просто нужно, просто можно и нужно восхищаться мужеством этих людей, которые там воюют. Но понимаете, воевать, для того, чтобы воевать, и воевать достаточно упорно и серьезно требуется, во-первых, боеприпасы. Значит, в течение месяца интенсивных боев израсходовано, естественно, израсходовано огромное количество боеприпасов. И они пока не кончаются. Значит, то ли есть какой-то очень большой запас, который был создан до начала войны, то ли имеются какие-то, я не знаю, какие, но они же из воздуха не получаются, значит, как-то забрасываются. Туда доставляются. Второе – это вода и пища. Ну, без пищи там можно воевать, я не знаю, несколько дней, без воды воевать день-два, наверное, максимум. Просто после этого человек выходит из строя. Значит, вот есть источники снабжения как боеприпасами, так и теми продуктами, водой и так далее, лекарствами, наверное. Есть какие-то, наверное, возможности эвакуации раненых. Тоже, наверное, есть. Хотя вот когда представители, скажем, командования Украины или офисы президента Украины спрашивают о том, что происходит в Мариуполе, ну, там, так сказать, вот загадочно несколько отвечают, что да, ну, вот, вот, сражаются. Ну, и вот такая фраза была у кого-то из военных экспертов украинских, что Мариуполь может пасть тогда, когда кончатся боеприпасы и питьевая вода. Но вот пока не кончаются, что, конечно, вызывает, заставляет предполагать, что там ситуация не такая простая, вот, как кажется на первый взгляд. Потому что, вы знаете, ведь уже месяц назад были прогнозы западных средств массовой информации, западных, в том числе основанные на данных военных ведомств, военной разведки, что Мариуполь падет все дня на день. Но вот не падает. И это очень важно и очень интересно. Это потом, только, наверное, уже после войны станет понятно, как была организована оборона Мариуполя. Кстати, в копилку вот версии по поводу канала. Вчера буквально увидел информацию о том, что расстрелянных. Он не просто был убит, он был расстрелян режиссер-документалист из Литвы, к сожалению, я не запомнил его фамилии. Его просто расстреляли на улицах Мариуполя. Но его тело было доставлено в Литву. это тоже достаточно интересный момент, который будем надеяться сейчас, что эти каналы существуют, дай бог, даже не интересно. нам. Так что теперь СНН... Один момент, если можно, про Мариуполь. Опять же, если внимательно следить за источниками в Украине, там говорят о том, что ни кадыровцы, ни спецназовцы российские, другие военные российские, они особенно под пули не лезут. Они иногда даже просто стреляют в воздух по окнам, имитируют боевые действия, потому что просто боятся погибнуть. Да, ну, это тоже аргумент, конечно, что вы... Ну, там артиллерия, там авиация, утюжат. Там действительно получается, что Мариуполь это такая Алеппо, потому что ПВО, насколько я понимаю, там особо нет. ПВО нет особо, да, насколько я тоже понимаю. артиллерия, ну, опять же, вот вопрос о том, насколько это... То есть сносить жилые кварталы, сносить постройки, да, но многие жилые дома, и как это всегда бывает при штурме городов крупных, они превращаются в опорные пункты. Ну, сейчас говорят о двух таких очагах сопротивления, это завод Азовсталь и порт. Там действительно, наверное, устроено хорошие очаги сопротивления, устроены хорошие такие зоны обороны. Британская разведка предупреждает о возможности применения России фосфорных боеприпасов в Мариуполе. Вот, честно говоря, вот эта история вообще с фосфорными боеприпасами, я понимаю, что они запрещены и так далее. Она, ну, то есть для непрофессионалов, для тех, которые не понимают, в частности, и для меня, чем они так опасны, эти фосфорные боеприпасы, и, ну, зачем их применять в Мариуполе? Ну, вот это я тоже не очень понимаю, потому что такого рода боеприпасы, они очень эффективны против против пехоты, которая действует на открытых на открытых ландшафтах, на открытом пространстве, потому что это куски какого-то такого горючего вещества, который упаси Боже попадает на тело, на кожу, их очень трудно погасить, их, по-моему, но если пытаться использовать их против защитников, которые находятся в укрытиях, ну, да, они могут вызвать пожары, конечно, могут, это очень скверная вещь, но я тоже не очень понимаю, вообще-то, говоря, эти боеприпасы, это варварская совершенно оружие, но Россия предпринимает массу лавровских действий. Да, тут уже, я думаю, что нас ничего не сможет реально удивить, ничего не сможет. Это правда. у меня как-то очень плохая ассоциация возникает с сирийской хамой и химическая атака на нее, но, видимо, этот вопрос стоял очень остро в тот период, когда Байден начал говорить о том, что если применять химическое оружие, мы вмешаемся. Есть такой линг? Ну да, дело в том, что ведь тут, что интересно, два раза, два раза западные разведки вскрывали планы России. Первый был план, значит, это операция, ну, перед началом войны, об этом было сказано, операция под чужим флагом, так называемая, то есть устроить провокацию, которая давала бы повод для вторжения. И тогда западная пресса опубликовала эти данные. В чем интересно, что об этом рассказывал вот совсем недавно и довольно подробно рассказывал начальник британской радиоэлектронной разведки, выступая перед своими коллегами в Австралии. Значит, и вот то обстоятельство, что эти планы были заранее преданы гласности, остановило Кремль от их реализации. Ведь вторжение в Украину началось без всякого повода, никаких ничего нахуй. Да? И второй момент, опять же, его, Джереми Флеминг, его зовут, значит, британский разведчик, сказал, что мы таким образом, опубликовав данные о подготовке России к использованию химического оружия, мы предотвратили его использование. То есть, тогда сразу президент Соединенных Штатов сообщил и заявил, что ответ будет очень жестким, очень тяжелым для России. Ну, и в Москве, видимо, посчитали, решили, что лучше будет этого не делать. Что именно имел в виду Байден, говоря о жестком ответе, ну, я не знаю, может быть, какое-то военное вмешательство уже в конфликт. Он прямо сказал, НАТО вмешается. Ну, да, вот, ну, вот, в каком конкретном виде, в каких формах, ну, мы можем только гадать. Вообще, должен, мне представляется, что вот такие есть каналы коммуникации, между Кремлем и Белым домом, ну, между Москвой и Вашингтоном, наверное, где идут, так сказать, предупреждения, в том числе предупреждения с американской стороны, смотрите, вот этого не делайте. Если вы это сделаете, мы сделаем вот это. Это не просто призывы, потому что ведите себя хорошо, а просто вот конкретное, конкретное, значит, предупреждение. Мы будем тогда отвечать вот таким образом. Ну, и это доводится до сведений военного командования российского, и Путина. Видимо, такие каналы работают. Во всяком случае, в предыдущих конфликтах в советское время такие каналы существовали. Вы знаете, что при всем, какое бы скептическое ни было отношение к Советскому Союзу, позднее в Советском Союзе особенно, там у власти были, в общем-то, и профессионалы, и более или менее приличные люди. То есть, сравнить Андрея Андреевича Громыка с господином Лавровым не язык не нравится. Я не могу себе представить, чтобы Громыка делал подобное заявление или что-то подобное. Поэтому, ну, как бы, наверное, уровень государства самого и уровень представления о том, что такое государство, просто-напросто, ну, абсолютно разный. Абсолютно разный. Возвращаясь к ситуации, опять-таки, вокруг на фронтах вопрос об эвакуации и вопрос по военному преступлению в Краматорске. Ведь понятно было, что это преступление, удар по вокзалу, когда там находится очень много людей, куда-нибудь не удастся. Все-таки это что, акт запугивания или это конкретно военную цель имело? Ну, вы знаете, некоторые говорят, что это была ошибка, русские целились в какие-то военные эшелоны, якобы, которые там стояли где-то недалеко вот от этого вокзала, да, где-то там может быть на путях. Но мне, честно говоря, эта версия кажется довольно сомнительной. я думаю, что это проявление той самой, я не знаю, как назвать стратегии, тактики, в общем, образа действий, модуса фиранди, который направлен на терроризирование мирного населения, прежде всего. Значит, такие акции, это, в общем, не такая уж редкость для советского военного командования, для российского. Но в Афганистане советские войска, как правило, что они делали? Они окружали там населенный пункт, деревню или маленький городок, где подозревали наличие маджахедов, обстрел, сносили его с лица земли, артиллерии и авиации, после этого заходили, начиналась, заходила пехота, начиналось мародерство, там всякие насилия и так далее. То же самое Чечня. Ну вот прямо повторились события октября 99-го года, начала Второй Чеченской войны, когда две ракеты, те же самые «Точка-У», одна ударила по большому рынку в центре Грозного с большим, очень большим количеством пострадавших, в том числе погибших, не знаю, называли там сотни людей, погибло, но кто считал тогда, в то время, вторая ударила по мечети недалеко от Грозного, в пригороде Грозного, где погибло 60 человек. Та же самая цель, это террор против мирного населения, который осуществлялся другими методами, но так, как в пригородах Киева, в Буче, в Пении и так далее, когда просто озверелая солдатня безумствовала. Значит, смысл этих акций, он в общем один, подавление воли населения к сопротивлению, потому что каждый такой акт, каждое насилие, оно в общем действительно болезненно, крайне болезненно воспринимается массовым сознанием, и у одних оно порождает стремление, ну, это психология, она тут трудно с этим спорить, значит, у одних оно порождает стремление к отмщению, к более упорному сопротивлению этим агрессорам, захватчикам, врагам, у других это может порождать апатию и потерю воли к сопротивлению, ну, так действовали очень часто и, скажем, какая-нибудь орда кочевников где-нибудь тысячи лет тому, тысячи лет тому назад вторгавшиеся в Европу, в том числе и в Украину, когда просто вырезали население городов с тем, чтобы другие уже позабыли о том, что можно сопротивляться. И Чингисхан этим отличался и другие вожди этих степных империй. То есть российская армия в этом смысле воюет по принципу вот такой средневековой или орды древности каких-то там древних времен. Так что это, и я думаю, что это сознательное какое-то, если не прямое указание, ну, так вот, намек какой-то со стороны Кремля, что не стесняйтесь бить по жилым кварталам, по системам жизнеобеспечения, да вообще куда попадет, туда и попадет. Главное, чтобы жертв было побольше. То есть попытка срывомобилизации насколько усложнит оборону, ну, допустим, не дай бог, конечно, но если прорвут оборону и дойдут до Славянска, насколько усложнит оборону Славянска наличие гражданского населения? Очень усложнит, конечно. Ведь один из факторов, почему российские войска всячески тормозили эвакуацию, скажем, из Мариуполя, а там же постоянно были проблемы с эвакуацией мирного населения, потому что украинские войска, они были, их скобывало нежелание причинить ущерб своим содействиям, этим мирным населением, поэтому, естественно, они вели себя, воевали не так мощно, не так эффективно, как могли бы в других условиях. Это тоже элемент использования мирного населения в качестве торможения или срыва боеспособности противника. Может быть, сейчас не время, я понимаю, что город огромный, 450 тысяч это большой город, может, сейчас не время для критики, но для меня непонятно, ведь про то, что будет такая война, со всех направлений начнут бить и наступать на Киев и так далее, может быть, кто-то и догадывался, хотя были планы разведки и так далее, как говорят, но насчет того, что будет война на Донбассе, по-моему, почти все были уверены, что из Мариуполя подготовить эвакуацию, наверное, надо было, но это опять-таки, это не к... Вопрос по Черному морю, вроде бы, как гарпун получают, вот эти гарпуны, насколько они защитят побережье, я имею в виду, прежде всего, Одессу, кто о чем, я все-таки переживаю очень сильно за Одессу, и еще один такой момент, Холуси Акар заявил, что военные корабли Российской Федерации не войдут в Черное море, он это сказал, ну, вот было три недели назад, даже месяц назад, решение, там, помню, что они будут пропускать, и сейчас вдруг он опять заявил, что опять возникла необходимость в военных кораблях, вроде бы, как Черноморский флот еще есть, или нормально? Ну, из Черноморского флота потопили, потопили, по-моему, семь кораблей, и катеров, в том числе, если я не ошибаюсь, один большой десантный, фрегат один, фрегат, но фрегат для Черного моря это довольно существенный, довольно заметный корабль, потопили, по-моему, это была украинская ракета «Нептун», вот если я правильно понимаю, и, по-моему, еще один корабль был потоплен в Мариуполе, в порту Мариуполя, кажется, я вот так припоминаю, значит, и вот пять более мелких. Большой десантный корабль. Да. Вот. Да, один фрегат, один большой десантный корабль. Но это не такая большая потеря пока для Черноморского флота, потому что туда перед войной забросили, там было, по-моему, семь, кажется, десантных кораблей, и забросили еще несколько. То есть, там довольно много. Ну, правда, что-то такое десантный корабль, это, если я не ошибаюсь, это там 300 десантников, можно, морских пехотинцев. Но они так не использовались. Не использовались, морских десантов не было, потому что побережье Одессы, Черного моря в районе Одессы заминировано, и десант морских пехотинцев был уничтожен. Это тоже достаточно очевидный факт. Их перебросили, этих морских пехотинцев, потом использовали как пехоту на других направлениях, в том числе и в Мариуполе, что вообще говоря, это безумие с точки зрения военной теории, практики, потому что это высокоподготовленные, хорошо подготовленные, как правило, солдаты, но подготовленные именно для того, чтобы высаживаться на берег и удерживать плацдармы, а там использовали для штурма укрепленных, городских укреплений, городских кварталов. Это совсем другая тактика и совсем другая подготовка. Их там сильно поколотили. Если действительно Украина получит вот эти гарпуны, то тогда Черноморскому флоту придется плохо. Но, судя по всему, получит после визита Джонсона в Киев, недавно завершившегося, были обещаны, но когда получит тоже пока не совсем ясно. Хотя обычно, вы знаете, в Украине объявляют о том, что какая-то система оружия будет получена уже тогда, когда она получена, чтобы ввести противника в заблуждение. Это как раз-таки нормально, это я понимаю. Это абсолютно нормально. И по поводу Джонсона, вернее, по поводу вооружений, про которые говорил Джонсон смотрите, вчера БСО заявило о том, что с помощью гражданского старт-стрига сбили новый российский беспилотник Орлана. то есть ребята, которые воевали в Ирпине, вот там под Киевом, рассказывали, ну, следующую вещь, что Гилл говорит, жуть, говорит, Орланы летают, наводят артиллерию, артиллерия накрывает. Джонсон во время бедита сказал, что 100 миллионов фунтов и в том числе больше зенитных ракет Старстрига. Означает ли это, может ли это означать, что преимущество, то, которое они имеют в Орланах, может быть нивелировано? Ну, и в Орланах тоже, и в, скажем, вертолетах, боевых вертолетах, ударных вертолетах, потому что этой же ракетой, ну, не этой же, а ракетой того же типа был сбит российский вертолет. По-моему, дня 3-4 тому назад об этом сообщалось, причем его там разнесли, он просто развалился в воздухе на куски, когда в него попала эта ракета. Значит, вот она начинает использоваться, и это, конечно, тоже важный фактор для того, чтобы сорвать наступление на Донбассе, на Восточь. И еще одно важное заявление Байдена на этот раз, что США готовы предоставлять оружие, которое позволит нанести удар по российским военным аэродромам. что повысит шансы в СССР выдержать новое наступление. То есть поражать у них будет способность поражать глубокие цели, это уже источник Пентагония заявил. Вот этот момент. Что значит поражать глубокие цели? Речь идет о поражении целей. А, и сегодня была информация, что уничтожили какой-то склад в Ордло. Это означает только на территории Ордло или в том числе и на территории России? Хотел бы я знать ответ. Если следовать словам вот этого специалиста из офицера из Пентагона, то это может быть и то и другое. Пока Украина воздерживается от ударов по целям на территории Российской Федерации, но ведь это пока. Никто же не говорит о том, что так будет все время. Цели на территории Ордло это я считаю просто совершенно законные цели. Если говорить об аэродромах, то насколько я себе представляю, никаких аэродромов на, ну по крайней мере для самолетов, может быть там вертолеты боевые где-то базируются на территориях, на захваченных территориях, а значит вот на территориях Ордло там само собой разумеется, но видимо речь идет о каких-то ракетах, так дальностью где-то там 100-120 километров, может быть, а может быть от дальнобойной артиллерии, потому что у американцев есть неплохие дальнобойные артиллерийские системы, не очень точные, так что это все может быть. Но в общем я-то обратил внимание еще на одно заявление, не помню то ли это Блинкин, то ли Саливан сказал, что мы будем поставлять все в Украину, кроме ядерного оружия. Хорошая? Да. Это очень небольшой перескурант, ассортимент очень большой в этом военном оружии. Конечно. Ну, имеется в виду, что не все, что, конечно, у них есть, а все, что нужно в Украине, без ограничения боевой мощи, дальности и так далее и тому подобное. Интересный вопрос. Как они понимают, что нужно в Украине? То есть, получается, что для этого же нужно принимать участие в военном планировании, так? Или нет? Если я правильно понимаю, то постоянно передаются с украинской стороны списки вооружений и американцам, и британцам, которые Украина хотела бы получить. Но, в общем, достаточно даже не зная этих списков, можно понять, что в первую очередь это дальнобойная артиллерия, это бронетехника, без которой невозможно какие-то наступательные действия, системы контрбатарейной борьбы, противовоздушная оборона, не только вот эти Star Strike и другие легкие системы, но и С-300 и другие, которые способны поражать цели на больших высот, на больших расстояниях. Ну, это интересно. То есть, война, я сейчас боюсь сказать глупость, да простят меня зрители и вы, можно ли сказать, что война переходит из неконвенциональной в конвенциональную? Насколько корректно будет такое выражение? Наверное, корректно. Наверное, корректно, потому что вообще эта война и в политическом плане довольно такая нового типа, я бы сказал. В общем, Украина не объявила войну России до сих пор, а через территорию Украины проходит, идет транспортировка российского газа в Европу, в Западную Европу. И вот тут есть, наверное, какие-то другие моменты, которые заставляют считать, что это какая-то война 20 века, такая вот полуконвенциональная, если говорить о конвенциональной войне, как и войне 20 века, войны 20 века. Вот недавно было сообщение о том, что Киев, что Украина прекратила, полностью прекратила торговлю с Россией. Значит, на протяжении какого-то времени была какая-то торговля. И с той, с другой стороны, значит, что-то там продавали, покупали. Да, в общем, наверное, война приближается, причем в первые недели войны это были попытки русских использовать такие большие танковые колонны, колонны бронетехники, которые передвигались по дорогам с твердым покрытием, а украинская армия действовала с боков такими полупартизанскими какими-то методами. В общем, надо сказать, что Генштаб Украины провел, так сказать, создал совершенно новые какие-то модели военных действий противодействия, направленные на то, чтобы всячески сдерживать наступление противника и уничтожать наступающие войска. Ну, а видимо, по мере поступления вооружений, которые пригодны для наступления, то есть это танки, бронетехника другая, дальнобойная артиллерия, да, Украина будет переходить к таким обычным формам военной вооруженной борьбы уже такими, как она не были, скажем, во время Второй мировой войны. Это означает и большая потеря среди личного состава, в общем-то, наверное, но... Ну, да, да. Этого, наверное, не избежать. И последнее, я не люблю, скажем так, прогнозов, я сам категорически сопротивник прогнозов, потому что я понимаю, что ну, будущее это всегда уравнение с бесконечным числом неизвестных, это ясно. Но, тем не менее, многие сейчас говорят о том, что когда, сколько продлится война, вот вчерашнее заявление Арестовича вызвало бурю такую, когда он сказал, что до 2035 года, но я понимаю, что это съезд такой психотерапии, ребята, будьте готовы ко всему, я понимаю, что такое продлится война, продлится война до тех пор, пока не дойдут до линии на 24 февраля, продлится война до тех пор, пока не дойдут до линии до границы с Украиной, или продлится война до тех пор, пока путинский режим будет существовать в России. Тоже вопрос. Но тем не менее, задаю этот вопрос, зная, что на него нет ответа. По вашим прикидкам, сколько продлится война? Ну, опять же, у меня нет ответа, я тоже крайне не люблю прогнозировать и говорить, делать какие-то прогнозы, более-менее, так сказать, определенные, потому что вся вот эта война, которая идет между Украиной и Россией, она как раз опровергает все прогнозы, которые, но большинство прогнозов, которые делались и до нее, потому что, к сожалению, очень многие, вот ваш покорный слуга тоже, считали, что война невозможна, что Путин просто на такую глупость решиться не может. Но это было мое мнение. но большинство говорили, в большинстве о своем люди говорили о том, что нет, это невозможно, потому что слишком-слишком много минусов для России в этой войне. Поэтому я не берусь делать какие-либо прогнозы, но, понимаете, все зависит от того, о какой фазе войны идет речь. Вот сейчас война, это очень столкновение очень высокой интенсивности с большими потерями людей, техники и так далее. У меня такое представление, такое вот, даже не представление, а убеждение в том, что долго такую войну Россия вести не может, потому что, во-первых, потому что не хватает людских ресурсов, не хватает подготовленных резервов для восполнения потерь. Поскольку времени у нас нет, может быть, как-нибудь потом поговорим. Да и вообще это известная вещь, вы об этом много говорили, военные специальности. Неограниченное во времени, просто я хотел ваше время занимать. Нет, нет. Так вот, значит, у России не хватает подготовленного личного состава, подготовленных резервов личного состава, а проводить мобилизацию, вот такую мобилизацию законную, то есть, когда люди, имеющие подпадающие под мобилизацию просто обязаны идти в армию. Пока Путин не рискует объявлять такую мобилизацию, и то, что попытки мобилизации, это попытки привлечь людей на добровольной основе. И вот эта мобилизация такая скрытая, или какая-то квазимобилизация, она неудачна, не набирается необходимое число добровольцев, готовых идти на службу в армию, идти на фронт в Украину. Никто не хочет, ну, или очень мало кто хочет оказаться убитым в украинских степях. Значит, это первый фактор. Интенсивность должна снижаться через как-то, наверное, после того, как будет завершена вот эта операция на Донбассе. Дальше может быть перемирие, может быть то, о чем говорил Арестович, какие-то формы гибридной войны, которые время от времени могут перерастать в какие-то более массовые столкновения, более серьезные столкновения. Я так, вот я именно так понимаю эти слова Арестовича, и я думаю, что он прав, потому что говорить о заключении мирного соглашения, мирного договора между Россией и Украиной в ближайшее, на мой взгляд, в ближайшее время не приходится. Хотя и переговоры какие-то идут, но я с моей точки зрения максимум того, что может быть достигнут, это некое соглашение о перемирии. которое опять же может время от времени нарушаться де-факто или де-юре. Но ведь проблема и тенденция на мой взгляд заключается в том, что такое перемирие оно будет способствовать укреплению армии, укреплению вооруженных сил Украины в результате намечающихся, я очень надеюсь, что это произойдет массовых поставок вооружения современного и ослабление путинского режима, потому что помимо военных неудач, а в общем-то Путин проиграл войну, политические цели войны, которые были поставлены в самом начале, они не достигнуты, достигнуты быть не могут. достигнуты быть не могут. Соответственно, вот, и какие будут последствия для власти в России, ну, мне сказать трудно, но думаю, что они будут достаточно печальными. И санкции, которые как горота удушают российскую экономику, с этим тоже придется в российской власти считаться. Так что вот такая ситуация. То есть война, на мой взгляд, может продолжаться, ну, несколько, может быть, две-три недели интенсивная фаза боевых действий, потом какое-то сокращение, снижение. Но может быть все совершенно иначе. Но чем дольше длится война, особенно в активной фазе, тем слабее становится путинский режим. Вот это, по-моему, важно. Самая важная константация. На самом деле, я думаю, что если затянет Путин войну, то это может привести вообще к сценарию 2017 года. То есть два-три года такой войны тяжелой при санкциях. Люди с ружьем, я думаю, что они не могут этого не понимать. Посмотрим. Живем увидим. Но в общем, на мой взгляд, один из факторов, почему Путин не решается на мобилизацию военно обязанных запасов, в том числе потому, что тогда оружие получает несколько десятков тысяч людей, которые воевать в общем-то не хотят. да и не могут в общем-то наверное. Не могут. Огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Надеюсь, что будем встречаться на канале и с хорошими новостями будем встречаться, потому что хотелось бы с хорошими. Да, с Бог все будет хорошо, хотя уже не хорошо, уже все трагедии, которые есть, которые можно было себе представить и нельзя было себе представить, случились и случаются. Спасибо еще раз. Спасибо вам, спасибо за приглашение. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с вами, всего доброго и до новых